И всем дару, друзья, с вами Робла Макс, и сегодня я решил записать туториал, как же на тачпаде, а именно телефоне или планшете, играть в ТРП, троллейбус, плейс, чё-то там. Короче, в общем, обычно все туториалы на ютубе, там показывается, как играть на компьютере, но я решил снять именно для тачпадов. В общем, нам нужно подождать, пока загрузится сама игра. Значит, вот наше главное меню. В общем, ошибка, которую почти всегда совершают новички, чтобы заспавнить троллейбус, они нажимают на кнопку спавн. И на самом деле, если вы выберете кнопку спавн, то нифига вы не заспавните троллейбус, вы запомните только своего персонажа. И для того, чтобы заспавнить троллейбус, нам нужно нажимать кнопку драйв. И здесь нам нужно выбрать сам троллейбус. Если же вы новичок и не донатили на геймпассы в этой игре, то у вас доступен только вот такой троллейбус. Я на нем и буду тренироваться. Даже несмотря на то, что у меня куплены и остальные троллейбусы, в общем. В общем, мы нажимаем выбрать его. И первое, что нам попадает в глаза, это будет ли у нас реклама на нашем троллейбусе. Вот как это будет выглядеть, если вы нажмете зеленую кнопочку. Если вы нажмете желтую кнопку, то это будет та же самая просто рандомная реклама. А если нажмете красную, то рекламы вовсе не будет. Далее у нас Вихол Ливери. Это нужно выбрать раскраску нашего автобуса. Тут есть разные города или просто сами цвета. Вот я, к примеру, хочу выбрать белый и зеленый. Вот так. Дальше нужно выбрать флаги, которые будут на нашем троллейбусе. Можно их и вовсе убрать, что я обычно и делаю. Ну, если вы хотите поставить, к примеру, можно поставить вот флаг Советского Союза. Можете поставить только на одной стороне. Дальше тут у нас какой-то кастом вот этих вот расцветок. Я не знаю, у меня этого гейпаса нету. Но если вам интересно, то оно стоит, по-моему, 200 робуксов. И если вы ее купите, можно просто настроить свой троллейбус под свой цвет. И последний пункт перед спавном нашего троллейбуса, это выбрать депо, в котором появится, собственно, ваш троллейбус. Я обычно выбираю первое главное депо, но если вы хотите, вы можете появиться также во втором. Да, в общем, наш троллейбус сейчас появляется, и я все-таки решила выбрать другую раскраску. В общем, сейчас мы с вами появимся в здании. В общем, сразу после того, как вы появились... Да, вот это я. Сразу после того, как вы появились, вам нужно подбежать вот сюда, нажать на лефт-клик и взять тут толпокс. Нажали на него, берем и выходим из двери, тоже нажав лефт-клик. В общем. И, кстати, я вам дам подсказку. На вашем ящике написан номер вашего троллейбуса. То есть, вы можете понять, где же, под каким же номером ваш троллейбус. В общем, я так понимаю, вон там вдалеке он. Короче, вот как выглядит эта реклама. Ну, в принципе, нормально. В общем, для удобства нам нужно подойти к первой двери и нажать на нее лефт-клик. Так мы ее откроем. В общем, сразу после того, как мы зайдем в троллейбус, нам нужно наш ящичек поставить. В общем. А именно... Ну, я люблю ставить где-то в конце. В общем, нажимаем Place Tool. И если зелененькое, значит, можно ставить. Оп. Далее нам нужно его открыть, нажав лефт-клик. И сразу, в первую очередь, выбрать реверсер в ренч. И бежим в кабину, чтобы его поставить. Нажимаем Place Tool и прицепляем его вот сюда. И наведите на серую коробку и нажмите лефт-клик, чтобы троллейбус поехал вперед. Далее, по желанию, в тулбоксе также можно найти клок. А именно, часы. В общем, они будут вам помогать в маршрутах. Нажимаем Place Tool и поставим куда-нибудь вот сюда. В общем, вы также можете поставить его на приборную панель. Короче, еще можно также взять фонарик по желанию. И тоже его положить рядом с собой возле водителя. Я люблю его вот сюда класть. Оп. Далее, самое сложное. Поставить все рычаги на место, чтобы троллейбус поехал. Нам нужно снять с ручника, нажав Left Click. Потом нам нужно, короче, все вот эти рычаги повключать, тоже нажимая Left Click. Запоминайте, что везде нужно Left Click нажимать. Потом вот эту штуку, Left Click. И дальше нажимаем на вот эти три. Они обязательные. И да, кстати, вот этот баззер будет звенеть, когда рога у вас слетели. Вот, к примеру, у меня сейчас рога не стоят. Если я включу батарею, то звоночек будет пищать. Потому что рога у меня не на рельсах. Давайте его пока отключим. Дальше, по желанию, нажав на вот эти кнопочки, можно включить свет в салоне. Также, если нажать на вот эту четвертую кнопку, то наши задние фары будут гореть. Это полезно ночью. И если же нажать на вот эту пятую кнопку, то вот этот фонарик на ступеньках будет светиться. А вот эти все последующие рычаги я вам не советую трогать. Я просто не знаю, что это такое. И теперь, ребята, нам нужно поставить табличку с маршрутом. Для этого нам нужно, опять же, сбегать в здание. В общем, как обычно, подходим к двери, нажимаем left-click и, опять же, подходим сюда. Тут мы уже берем наш, вот этот, короче, board-контейнер. И выходим отсюда. И бежим к нашему троллейбусу. В общем, для удобства советую вам ее... Опять же, нажимаем play tool. И советую для удобства вам ее положить сюда на приборную панель. В общем, открываем вот эту штуку, нажав left-click. И видите, у нас здесь нет таблички. Мы нажимаем left-click и берем какой-нибудь маршрут. К примеру, 14. Мы берем, опять нажимаем play tool и кладем эту табличку туда. Закрываем. Теперь, опять же, берем normal табличку. Ставим сюда. И теперь нам, внимание, нужно нажать на small destination boards и взять, опять же, 14 маршрут. Пойти взад нашего троллейбуса, нажать left-click и вставить туда эту табличку. Видите, теперь у нас в углу высветилось, что мы на 14 маршруте. В общем, последнее действие, чтобы тронуться, нам нужно самое главное. Поставить рога на провода. Для этого подходим к вот этой штучке и нажимаем left-click. В общем, оп, и теперь мы ставим рога на провода. Нам нужно нажать нижнюю кнопочку, чтобы сделать рога, ну, короткими. И верхнюю кнопочку, чтобы сделать рога выше, а именно длиннее. В общем, советую вам поднять камеру, и так будет удобнее ставить его на провод. Оп. И после того, как наш рог зашел на провод, нам нужно нажать left-click. Все. Также я вам хочу рассказать одна из самых главных вещей. В общем, видите, 40% у вот этой штуки. В общем, периодически его нужно заменять. Сейчас я покажу, как. Нам нужно подойти к нашему тулбоксу и взять один polyhead range и два polyhead insert. В общем, я сейчас все вам расскажу, что к чему. Нам нужно залезть на вот эту лесенку, оп, выдвинуть вот эту штуку и встать на ее. Теперь мы берем polyhead range, нажимаем right-click, и мы теперь забрали старую эту штуку. Нажав на polyhead insert, place tool, мы поставили новую. Видите, теперь она стопроцентная. И нужно так периодически делать, если у вас меньше 50%. Давайте теперь поставим второй рог на провода. Опа, все, наш троллейбус готов. Нажимаем left-click. И, в общем, заходим к нам в салон. Закрываем эту дверку. И, в принципе, да. Самое главное, закрыть вот эту дверь. И закрыть эту дверь. Все, теперь нам нужно сесть за кресло. И для удобства отбрать вот это. И потихоньку трогаться. В общем, смотрите. Мы двигаем этот рычаг, чтобы ехать вперед. И двигаем этот, чтобы поворачивать колеса. Да, еще я знаю, что у новичков бывают проблемы при вот этом повороте. Либо вы запутались в проводах, либо вы не вписываетесь в поворот. В общем, у меня самого случается, что мои рога запутаются в проводах. И я просто не знаю, что это делать. А про поворот, ребята, советую вам максимально поворачивать и ехать не слишком быстро, чтобы вписаться в поворот. Также сейчас я вам все объясню, как сигналить и что вообще делать. В общем, чтобы сигналить, нам нужно нажимать на вот это. В общем, чтобы включить повороты, нам нужно нажать на вот это. Это левый поворот. И вот это. Это правый поворот. Чтобы включить аварийку, нам нужно нажать вот сюда, left-click. В общем, да. Далее, чтобы поковыряться в ручнике, нам нужно нажать вот это. И, нажав еще раз, вы вернете его вот так. Чтобы открыть все двери, нам нужно нажать вот сюда. В общем, вот такой вышел туториал. Надеюсь, вам понравилось и я вам все подробно объяснил. И да, если вам не хватает информации и вы хотите что-то еще у меня спросить, пишите в комментарии. Я вам все объясню и отвечу на все ваши вопросы. Всем пока!